Приветствую вас товарищи трейдеры, меня зовут Евгений Багураев, я являюсь аналитиком и преподавателем компании Grand Capital. Давайте разберем, чего же нам ждать в течение следующей недели по основным валютным парам. Пара евро-доллар нам дала отличный профит. Вы помните, что в прошлом видео обзоре я говорил о том, что необходимо дождаться окончания конструкции H2, и эта конструкция обязательно закончится пробитием наклонного канала. Я говорил о том, что мы в любом случае дойдем до наклонного канала и мы его должны пробить, потому что в любом случае конструкция H2 будет закончена. И после этого я рекомендовал покупать эту пару. Покупать мы, естественно, должны были на окончании коррекционной конструкции, то есть волны BH4, что здесь и произошло. Как мы видим, у нас есть верх волна A уровня M30, низ коррекция B M30 и вверх было пробитие. Как раз на этом пробитии у нас и были покупки. То есть, в принципе, отработалось каждое слово, которое я произнес на прошлом видео обзоре. Вы думаете, что мне просто повезло? На самом деле не так. Это просто профессиональный технический анализ, который и дает возможность прогнозировать движение так точно. Если вам надоело торговать по стрелочкам наугад по Мартингеллу и постоянно сливать депозит, то это ваш шанс стать профессионалом. Запишитесь на курс «Умная торговля», который стартует 10 мая. И вы тоже сможете предвидеть рынок. Всем мест не хватит, так как моя главная цель – выучить профессионала, а для этого каждому нужно уделить время. Вы знаете, какая самая главная задача профессионального трейдера? Это принимать решение. Так будьте же профессиональным трейдером. Так, чего же нам ждать от следующей недели? А цена столкнулась с уровнем 61.8. И пока этот уровень пробить не удается. И, скорее всего, и не удастся. Если мы пробьем данный уровень, то можно покупать вплоть до уровня 76.4. Но сейчас покупать очень опасно, потому что, как мы видим, мы находимся на сильном коррекционном уровне, который мы не смогли пробить. Когда же нам можно рассматривать продажи? Для продаж нам необходимо завершить конструкцию уровня М30 пробитием наклонного канала. После этого должна быть обязательно коррекция. И уже внутри этой коррекции на волну АС, БС, СС, если быть более точным, на волну СС, мы входим в продажи. А где мы должны зафиксировать прибыль? Зафиксировать прибыль надо на наклонном канале уровня H2. Зафиксировать не значит закрыть сделку, потому что, если мы здесь закроем сделку, то будет очень маленький профит. А зафиксировать – это значит закрыть часть сделки, чтобы остальную часть не надо было переводить в безубыток, что приведет к тому, что у нас будет наш стоп-лосс стоять очень близко к цене. И, естественно, скорее всего, любым шумом этот стоп-лосс будет вынесен. Поэтому лучше все-таки ставить сделку в замок. И уже на пробитии конструкции уровня H2 можно просто долиться. То есть у нас также будет какая-то коррекция. И внутри уже этой коррекции на волну СС мы должны искать дополнительную точку входа на продажу. То есть вот такие вот у нас две точки входа могут быть на продажу. Вот первая точка входа и вторая точка входа на продажу. Когда мы можем рассматривать покупки? Но, опять-таки, желательно завершить конструкцию M30. Завершить. И если мы ее завершим, тогда у нас получится, что это волна уровня H1. А, H1. Вниз будет волна B, H1. И вот такие вот у нас могут быть покупки. Но, опять-таки, если мы будем находиться возле уровня 61,8 коррекционного, то мы эти покупки не рассматриваем. Если пунктов 30 до уровня 61,8, то можно купить. И держать цели, естественно, до уровня 61,8. Как минимум ставить цену в замок, потому что есть вероятность, что мы опять от него отобьемся. Поэтому лучше рассматривать покупки все-таки выше этого уровня или если у нас есть запас хода к этому уровню. Фунт доллар также нам дал очень хорошую прибыль. Как вы помните из прошлого видео обзора, я говорил о том, что необходимо дождаться пробития зеленого наклонного канала, который я построил. После этого, естественно, должна быть коррекция, как я всегда и говорю. И отложенный ордер на покупку. Здесь сработал отложенный ордер на покупку, который, в принципе, дал довольно неплохую прибыль, почти 300 пунктов. Итак, что же нам ждать сейчас? Сейчас ждать повышение, я думаю, не стоит. Скорее, нам надо искать продажи. Где нам искать продажи? Если мы будем искать продажи, то мы ориентируемся на то, что вниз у нас волна. Это будет волна С уровня H1. Где нам искать продажи? На подволнах волны CH1. Для этого нам необходимо завершить восходящую предположительно коррекционную конструкцию уровня M15. После этого нам необходимо скорректироваться. И после этого нам уже можно продавать. Продавать мы можем как внутри волны B, так и на пробитии основания волны B. Такие вот у нас могут быть продажи. Когда же мы можем рассматривать покупки? Покупки рассматриваем строго выше пивота 2 нисходящей коричневой конструкции. Это вот здесь. Строго выше этого уровня мы можем рассматривать покупки. Но не очень верится, что они будут, потому что, как мы видим, мы не можем пробить данный уровень. 1.28.44. Вот здесь какие-то попытки были, но они были безуспешные. Поэтому покупаем строго выше 1.28.58. Если отработают продажи, то в профит берем 138.2 по FIBA от главной конструкции волны нисходящей AH1. То есть первый профит у нас будет на 1.27.22. И следующий профит уже можно брать на 161.8 или полностью закрывать сделку на 161.8. Новозеландский доллар находился всю неделю во флете. Из-за этого мы взяли очень маленькую прибыль. Всего 30 пунктов. Что у нас был за торговый план? Давайте мы его посмотрим и разберем. Нам нужно было завершить коррекционную конструкцию уровня M30 пробитием волной A. То есть первой волной пробитием пивота 2 и уровня 0.7. Я об этом говорил. После этого должна была быть обязательно коррекция. И уже на пробитии волны A, вершины волны A, нужно было ставить отложенный ордер на покупку. Отложенный ордер сработал. Сработал хорошо. Прибыль была закрыта на 123.6 от главной волны AH4. Но дальше движения не было, поэтому вторую часть сделки тоже пришлось закрыть. А что нам сейчас ждать по данной паре? Сейчас у нас, скорее всего, будет нисходящее движение. Покупки я даже не рассматриваю на данном этапе. Что должно произойти? Ну, в принципе, уже практически все произошло. Мы пробили наклонный канал конструкции H8 зеленой конструкции. И что нам дало предположительную волну B уровня H12. Давайте я перейду на H1. Посмотрим, как это может выглядеть. То есть у нас есть вниз предположительная волна АС уровня H12. В волне С уровня D2. Вверх волна ВС уровня H12. И вниз сейчас формируется предположительно волна СС уровня H12. Итак, где нам можно продавать? Ну, как мы знаем с прошлого видеообзора, что у нас есть сильный уровень 0.7. Вот желательно ниже этого уровня искать продажи. То есть какие у нас есть ранние продажи? Ранние продажи, в принципе, у нас, может быть, будут уже сегодня. То есть вот она вниз волна А уровня H1. 1, вверх пошла уже коррекция, которая, вот мы ее видим, она отработалась очень хорошо. Коррекция. И вниз пойдет движение. Именно на пробитие вершины А H1 мы можем ставить отложенный ордер на продажу. Вот так как мы видим, что у нас здесь всего 5 пунктов, то лучше поставить отложенный ордер именно ниже 0.7. Вот это будет намного безопаснее. Когда мы можем рассматривать покупки? Кратковременные покупки до вершины, до уровня 76.4 коррекционного мы можем рассматривать на завершение в нисходящей конструкции уровня H1. А для этого нам необходимо пробить наклонный канал, закрепиться, и потом уже можно рассматривать покупки. Но, как я уже сказал, я бы покупки не рассматривал. То есть я все-таки, наверное, буду по данной паре рассматривать или продажи, или ничего. И продажи ниже уровня 0.7. Австралийский доллар дал нам сигнал на покупку. Давайте вспомним, где же был наш сигнал. Было завершение нисходящей конструкции пробитием наклонного канала красного. После этого была коррекция и была покупка. Но данную покупку мы по профиту не закрыли, потому что у нас был обратный сигнал, сигнал на продажу. Где же этот сигнал? Вот здесь у нас была покупка, потом цена пошла в нашу сторону, но до профита цена не дошла. После этого было завершение данной восходящей конструкции, пробитием наклонного канала, коррекцией. И уже на пробитие основания волны B была закрыта сделка на покупку. Закрыто там плюс 1 или плюс 2 пункта, что-то такое. И открыта противоположная сделка на продажу. То есть был сделан переворот. Данный переворот дал нам хороший профит. Итак, чего же нам ждать сейчас от данной пары? Предположительно, вот это восходящее движение, которое было, которое как раз и дало переворот, это волна B уровня D1. Давайте перейдем на более высокий таймфрейм. Вот у нас есть предположительная волна AD1 вниз. Вверх волна предположительно BD1. И сейчас вниз формируется волна C уровня D1, которая имеет свои подволны. Итак, наши подволны это A уровня H4. Давайте мы ее подпишем. B уровня H4. И вниз формируется волна C уровня H4. Но это пока предположительно. Почему? Потому что уровень 0,74,87 пока был не пробит. То есть когда он пробьется, тогда уже мы будем точно знать, что это у нас конструкция нисходящая. Но на данном этапе это предположение. А где же мы можем рассматривать самые ранние продажи на данном этапе? Для этого нам необходимо завершить красную конструкцию пробитием наклонного канала. После этого должна быть коррекция. И уже внутри этой коррекции мы можем искать продажи. или на пробитие окончания волны A, которая и дала вот это вот пробитие. Но мы можем также рассматривать в принципе и покупки. Но также покупки надо рассматривать после завершения красной конструкции. Если мы будем рассматривать покупки, то наша картина будет выглядеть вот так. Это волна A уровня H1, вниз волна B уровня H1. И в таком случае вот такие вот могут быть покупки. Но с большей вероятностью все-таки будут продажи. Первые цели для продаж 0,74,87. А вторая цель 138,2 от волны H4. То есть натягиваем импульсную сетку на волну H4. И смотрим где у нас будет 138,2 и там ставим профит. По швейцарскому франку сценарий на покупку не сработал. Но зато сработал сценарий на продажу, который дал нам очень хороший профит. Сценарий на покупку у нас был. Была ранняя покупка на пробитие данного пивота, который не произошел. И более позднее на пробитие наклонного канала уровня H2. Что в принципе тоже не произошло. Поэтому мы рассматривали продажи. Как я и говорил, мы продаем ниже данного уровня. То есть ниже 1,0042. Вот ниже этого уровня был поставлен отложенный ордер на продажу, который нам дал в принципе хороший профит около 100 пунктов. Что же нам сейчас ждать данной валютной пары? Как мы видим, шло уменьшение волнового уровня. То есть наша главная конструкция H2, потом подволны H1, потом M30 и M15. Сейчас мы видим завершение конструкции M15 с пробитием наклонного канала. Вот в данный момент вышла какая-то новость важная по американцу. И это дало пробитие и окончание конструкции уровня M15. Мы можем рассматривать покупки. Когда мы можем рассматривать покупки? То есть сейчас у нас формируется волна А. Именно вот этим новостным движением. Вот мы видим, что цена до сих пор идет вверх. Идет вверх очень хорошо. После этого нам необходимо дождаться коррекции. Возможно завтра как раз будет это коррекционное движение, которое будет состоять из каких-то подволн. Давайте я их нарисую. Вниз волна АВВ, вверх волна ВВВ и вниз волна СВВ. Это вот такая коррекция, которая имеет три подволны. После этого мы от коррекции строим наклонный канал. И уже на пробитии вот этой коррекции, то есть на окончании этой коррекции мы ищем точки входа для покупки. То есть вот такая вот будет волна А, волна ВВ и вверх волна С. Вот такие вот мы можем рассматривать покупки. Потому что сейчас уже входить в рынок, естественно, поздно. Потому что поезд ушел. Здесь была ранняя точка входа. Но она была, ее сейчас уже нет. Поэтому вот такая вот у нас может быть точка входа для покупок. Когда мы можем рассматривать продажи? Желательно рассматривать продажи после завершения нисходящей конструкции уровня H1. То есть после пробития наклонного канала. Или есть вариант такой еще, что цена дойдет до наклонного канала. То есть она вот как раз именно коснется этого наклонного канала. И здесь уже можно искать обратный ФЗР, то есть обратную конструкцию. И уже на пробитии основания А этой конструкции мы можем искать продажи. То есть у нас такая будет волна А вниз. Потом будет волна В коррекционная. И уже на волну С мы можем искать продажи. Но с большей вероятностью все-таки будут покупки. То есть будет восходящее движение. Доливки для восходящего движения опять-таки мы рассматриваем после завершения конструкции H1. Вот у нас наш наклонный канал. Потом будет какая-то обязательно коррекция. И уже внутри этой коррекции мы можем доливаться покупки. И профиты берем на наклонном канале уровня H2. Здесь уже можно будет брать профит. Напомню, что для того, чтобы записаться в группу, которая стартует 10 мая, необходимо написать на почту анализ собака.гранткапитал.нет о том, что вы хотите пройти курс умная торговля. Не забывайте смотреть за выходом важных экономических новостей, так как важные экономические новости создают хаос на рынке. Посмотреть экономический календарь можно на сайте Гранд Капитал в разделе Аналитика и дальше пройти в раздел Экономический календарь. Также можно выбрать по степени важности. Выберите очень важное и тогда у вас не будут показываться другие новости, которые будут вас отвлекать. Пожалуй, все пары, о которых я хотел сегодня рассказать. До новых видео обзоров. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok